Энергоэффективность. Пятый вид топлива. В бизнес-центре Тверь в эти дни проходит Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения. В работе форума принимают участие более 250 делегатов из 44 регионов. Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения проходит уже в шестой раз, но впервые в Твери. Ранее мероприятие организовывалось в Санкт-Петербурге. Всероссийское совещание – это ведущая российская площадка для взаимодействия и общения руководителей, специалистов федеральных и региональных ведомств, курирующих вопросы энергоэффективности. Организаторами форума выступают Российская ассоциация центров энергоснабжения РАЦЭС, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр энергосбережения, Ассоциация наружного освещения, Научно-технический совет светотехнической отрасли России при поддержке Минэкономразвития и правительства Тверской области. Пленарное заседание российского совещания посвящено текущим тенденциям в энергоэффективной и климатической повестке России новой федеральной государственной программе энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2035 года, а также внедрению цифровых технологий в сферу энергоэффективности и роли освещения в проектах благоустройства городской среды, развитию светотехнической отрасли России. Основная, наверное, цель форума это все-таки общение, причем общение прямое, можно сказать, вопрос-ответ с коллегами из других регионов и с представительствами различных профильных министерств. И обмен опытом, уже именно, опять же, живое общение, живой обмен опытом с теми регионами, которые занимаются теми же вопросами, но имеют свою некую специфику, потому что мы знаем, что каждый регион, он по-своему уникален. И есть всегда чем поделиться, о чем рассказать и перенять, и, собственно говоря, внедрять хорошие, правильные практики уже у себя потом на местах. Обсуждались несколько вопросов. Вопросы, какие проблемы стоят, вопросы кадрового обеспечения, ну и кадрового голода, как следствие. Потому что, ну вот, на примере сферотехнического отрасли, где, например, вот в наружном освещении основным заказчиком является муниципальное образование. В составе муниципальных образований, ну, за редким-редким исключением, нет подготовленных специалистов по светотелям. Энергоэффективность подразумевает рациональное и максимально эффективное использование энергетических ресурсов в процессе деятельности. Это выражается в затрачивании меньшего количества ресурсов при обеспечении, например, энергоснабжения зданий и различных, в том числе, производственных процессов, при этом сохраняя надлежащий уровень качества. При уменьшении энергоемкости процессы изготовления продукции производители снижают и себестоимость производства, и в итоге самих выпускаемых товаров. По оценке экспертов, в некоторых отраслях есть возможность снизить себестоимость продукции на 25-30%, что, как следствие, значительно повышает востребованность продукции. И сегодня в нашей стране уже активно применяются такие технологии, которые вполне могут дать фору даже тем, что используются передовыми в техническом отношении странами. Мы, безусловно, в хвосте не плетемся. Мы достойно поддерживаем уровень энергосбережения, благодаря, в том числе, разработкам, которые в России реализуются. В том числе происходит локализация производства. То есть производство локализуется уже в России, с учетом нынешних реалий. Это очень актуально, и многие отрасли на это нацелены, вкладывают в это достаточно средств. Такой подход помогает значительно повысить конкурентноспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Не зря энергоэффективность называют пятым видом топлива. Разработка и использование энергосберегающих технологий оборудования – это важный фактор при уменьшении энергоемкости выпускаемой продукции. На сегодняшний день политическая повестка перед нами стоит такая, что необходимо обращать внимание на потребление энергетических ресурсов, внедрять в промышленность и в жилищную сферу энергосберегающие технологии. Во-первых, это сказывается на экономии платежей как для населения, так и для больших производств, которые могут направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие, на выпуск новой продукции. Программа «Форумы насыщенная» включает тематические столы, посвященные энергоэффективности и светотехнике, импортозамещению в ЖКХ, вопросам соответствия системы освещения, современным требованиям и тенденциям обсуждения региональных практик и многое другое. В рамках деловой программы запланированы экскурсии на входящий в состав МСК БЛ Групп Лихославльский завод светотехнических изделий. Это крупнейший российский производитель светотехнического оборудования, одно из немногих предприятий в России полного цикла производства. И на производственный комплекс ДКС, один из крупнейших производителей кабеленесущих системы низковольтного оборудования в России и в Европе. А еще организаторы форума рассказали о том, что он впервые проводится не в северной столице. И Тверь не случайно стала местом встречи делегатов. Так в нашем регионе созданы целые кластеры, активно внедряющие у себя энергоэффективные технологии. И этот опыт очень интересен другим регионам.